Всем привет! С вами Алла на канале Здоровье без Фантастики. И сегодня мы будем говорить о двух методах, которые я попробовала в борьбе за красивые волосы. Напомню всем, что я врач из Риги, женщина, страдающая андрогенетической или андрогенной аллопецией. Если вас интересует тема здоровья, красоты волос и тема личных переживаний по поводу андрогенетической аллопеции, и методов реальных методов лечения, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки моим видео, пишите темы, которые вас интересуют в сфере красоты и здоровья. А также у меня есть платные консультации, поэтому всем тем, кто мне пишет именно свои личные случаи в Инстаграме, или на Ютубе, или в любых других соцсетях, я, конечно, стараюсь там ответить по максимуму, но на самом деле я практикующий врач, который имеет практику, который работает здесь, в Риге, и у меня много реальных пациентов, поэтому я просто физически не могу вам посвятить столько времени, сколько, возможно, бы вам хотелось для разбора конкретно ваших случаев. И, в частности, с андрогенетической аллопецией так, что здесь нужен индивидуальный подход к каждому пациенту. Поэтому, если вы хотите, чтобы лично я помогла лично вам справиться с проблемами выпадения волос, тогда обращайтесь за личной платной консультацией. А дальше я вам расскажу на тему сегодняшнего видео две вещи. Я очень много слышала про расческу HairMax и про такое средство от выпадения волос, которое блокирует 5-альфа-редуктазу, как салпальметто. Я решила попробовать оба два средства, потому что их преимущество в том, что они оба не гормональные, они оба применяются без побочных эффектов, и один из них вообще локальный, то есть расческой с лазерными, с лазером ты никак не можешь повредить себе никакие органы, как многие мне там говорят, что гормоны это химия, и всё это химия, и вы травите себя и других, но дело в том, что мы это химия, наш организм это химия, наши волосы состоят из химических элементов, и это химия, и всё, что окружает нас вокруг, это тоже химия. Поэтому, извините, существует много медикаментов, без которых человек не может жить, и они основаны на химии, и если андрогенетическая аллопеция действительно существует, она реально доказанная, и она имеет адекватный, хороший ответ на гормонотерапию, а это всего лишь оральные контрацептивы, это даже не медрол, который применяется при артрите, не кортикостероиды никакие, которые в больших дозах имеют побочные эффекты серьезные, то гормональные контрацептивы, они, конечно, тоже могут иметь ваш индивидуальный побочный эффект, но в принципе в Европе в долгосрочной перспективе они являются безопасным методом лечения андрогенетической аллопеции. Но, конечно, я могу сказать вам, дорогие женщины, что каждая из вас имеет право от этого отказаться. Я уважаю любое мнение, не хотите гормоны, не пейте, хотите красивые волосы, и вы согласны на гормоны, если они вам помогут, а это на самом деле не стопроцентный факт, то хорошо, давайте сотрудничать в таком ракурсе. Но, в принципе, это индивидуальное право каждого и каждой, поэтому здесь я оставляю всегда выбор за пациентом. Я предлагаю реальные методы лечения, но если они вас не устраивают, то мы можем рассмотреть другие варианты. Дальше я вам покажу эту расческу. Она у меня не новая, я ей пользуюсь уже года 4, наверное, и, в принципе, могу сказать, что расческа HairMax действует так. Вот ты ее включаешь, она сейчас загорится красненьким. В ее основе вот такой лазер, я не знаю, видно здесь или нет. И далее вот красным свечением пролечиваю себе все вот эти гормонозависимые зоны, которые у меня распределены по типу вот буквы М. Если вы видите, то у меня это лоб, это у меня вот эти на русском языке, наверное, это височные части головы. А также я пролечиваю вот здесь всю зону темя, или как это по-русски? Forehead. Пролечиваю вот здесь. Вот. И, в принципе, вот этот сеанс занимает у меня 15 минут. Здесь даже есть таймер. Таймер у меня сейчас, наверное, не включен, да, потому что я его не включила. Но, в принципе, этот сеанс каждый день у меня занимает 15 минут. И в рекомендациях по использованию расчески HairMax написано, что вы ее можете использовать 3 раза в неделю. На самом деле, могу сказать свои наблюдения, что лучше всего ею пользоваться каждый день, потому что тогда этот эффект более видимый. И что она дает? Это единственный реальный девайс, который имеет доказательную научную медицинскую базу в борьбе с андрогенетической аллопецией как у мужчин, так и у женщин. Он стимулирует, во-первых, кровообращение в поликулах, также он стимулирует продолжение фазы роста волоса и замедляет наступление фазы выпадения, а также стимулирует как раз-таки рост новых волос. Что могу сказать по себе? За 3 месяца регулярного такого применения мои волосы стали гуще. Они стали, сам волос по себе стал более плотным. Более плотным, таким ближе к терминальному волосу, нежели к такому пушковому, который при андрогенетической аллопеции растет. Если растет, спасибо за это. Но если вы сейчас все кинетесь покупать расческу Хэйр Макс и скажете, о, доктор Алла, спасибо большое, это такая находка, то спешу вас, к сожалению, разочаровать, что этого делать не нужно, если у вас сильно редкий пробор. Расческа Хэйр Макс поможет тогда, когда у вас уже отросли вот такие маленькие пушковые волосы. Тогда она будет эффективна. Но если у вас большой процент потерянных волос на данный момент, то есть имеются реальные залысины и широкий пробор, это говорит о том, что 30-50% волос ваших уже потеряно, то вот эта расческа не восстановит их рост. Тут нужны будут именно локальные сильные стимуляторы, такие как миноксидил с фенастеридом, пептиды. То есть нужно будет вначале локально стимулировать рост волос. Либо же стимулировать локально рост волос поможет гормонотерапия. Это я опять-таки повторяюсь про оральные контрацептивы, которые сама по себе без добавочных средств способны дать такие результаты, что волосы растут очень хорошо. Но опять-таки не у всех. И потом уже, когда эти пушковые волосы появляются, то вот эта расческа, она суперэффективна в придании волосам способности к росту, к тому, чтобы у нас хотя бы какая-то длина отрастала, чтобы это не было вот так. И вот как у меня, например, у меня все вот эти вот мелкие волосинки, я не знаю, наверное, вам не видно. Но все эти мелкие волосинки вот здесь, без лечения, они все выпадают. Они отрастают и выпадают. Поэтому это такая вечная челочка а-ля, да? Вот. И это средство хорошее в плане расчески. Вот она действительно действует. У нее доказательная база хорошая. Только единственное, нужно не лениться. Но есть еще второе средство, которое тоже не менее разрекламированное. Ну, в кругах, кто в курсе андрогенетической аллопеции, особенно в кругах, кто любит все натуральное, не любит гормоны и старается максимально поддержать свою организацию, а не изместественными способами. Это экстракт пихтовой пальмы. Вот саупальметто он называется. И заявлено то, что этот экстракт локально блокирует действие опять альфа-редуктазы, которая превращает тестостерон в дегидротестостерон. И, соответственно, от этого выпадают волосы от активности дегидротестостерона. Ну, у меня здесь 550 мг. Я, конечно, тоже про это слышала и решила попробовать, испытать на себе. И какой-то период не пила гормоны. И стала... Синдром отмены гормонов сразу скажу, что уже прошел. И я стала вот на натуральных средствах, вот именно на этом средстве, пытаться как-то что-то отрастить на своей голове. Ну, результата, к сожалению, не было никакого. Хотя в такой дозировке я пила по 3 капсулы в день. Это даже чуть выше, чем заявленная дозировка в 1 грамм этого вещества. И у меня начал сбиваться цикл. Это было неприятно, постоянно тянуло живот. Но, в принципе, наверное, можно пережить, если ты уж очень сильно хочешь длинные красивые волосы. К сожалению, эффекта на волосы это средство не дало. Поэтому я не знаю. Своим пациентам я его не рекомендую. Но вы смотрите, если кто-то очень сильно хочет, желает попробовать, конечно, пробуйте и пишите мне свои отзывы. Если вы пробовали расческу Hair Max, пишите, какой у вас был эффект, понравилось вам или нет. Если вы пробовали экстракт пихтовой пальмы или саупальметта, тоже пишите свой опыт, то, что вы об этом думаете. Понравилось ли вам вообще принимать это средство? Потому что мне оно не очень понравилось еще и тем, что там большие капсулы, и глотать их неудобно. И, в принципе, если ты вообще такую капсулу проглотишь и мало съешь перед этим, то какое-то несварение желудка было лично у меня. Ну, у меня чувствительный желудок, поэтому так. Поэтому в этом видео пока что все. В следующих видео буду вам рассказывать еще больше о реально действующих негормональных способах борьбы с андрогенетической аллопецией. Также расскажу связь между андрогенетической аллопецией и инсулинорезистентностью. И как можно влиять на инсулинорезистентность, соответственно, на волосы. И уже многократно заявленные мной локальные новые средства, которые используются в Европе на основе миноксидила, тоже будут в моих видео. А сегодня всем пока. Спасибо. С вами было Здоровье без фантастики. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok